Как видим, из раза в раз мы выходили на тему кибербезопасности, того, как обеспечит нормальность существования в новом мире цифры. А что бы там ни говорили в Америке только про себя любимых, угроза-то общая. Ну, например, Россия подвержена рискам никак не меньше, с нашим-то первым местом в Европе по числу пользователей интернета, 90 миллионов человек уже. И те, кто переходит на цифру, становятся больше с каждым днём. Вот такой пример президент Путин привёл на первом в своём роде конгрессе по кибербезопасности, который накануне, вчера, провёл в Москве Сбербанк. Стало нормой получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Даже люди старшего поколения всё активнее и активнее пользуются этими инструментами. А ведь ещё относительно недавно для этого приходилось собирать справки, обходить многочисленные конторы, тратить нервы в очередях. Наверное, полностью и сейчас это ещё не изжито, но всё-таки ситуация меняется в лучшую сторону. Ситуация меняется в лучшую сторону, но и риски от всех этих хакеров растут. Так что такое кибербезопасность? Где те же Россия и Америка должны защищаться в одиночку, а где бы вместе? Мы не претендуем на то, чтобы охватить всё, но конгресс, проведённый Сбером, та самая площадка, где было с кем поговорить и с тех, кто обычно труднодоступен. Ну, к тому же только нас Сбербанк допустил на только-только запущенный сверхсекретный объект. Мы, кстати, не имеем права сказать, где это, но что это, вот сейчас увидите первыми. Это один из самых секретных диванов всей Российской Федерации. Ну, по крайней мере, отдыхают на нём сотрудники одного из самых секретных подразделений Сбербанка. Он располагается за этими дверьми. Посмотрим, что там. Называется это учреждение, подразделение, ситуационный центр кибербезопасности Сбербанка. Давайте оглядимся. Как мы сейчас увидим, по периметру сидят всё больше молодые ребята, о которых мы узнали, что они прошли серьёзную проверку. Кто они? Что делают? Я последний раз нечто подобное видел в Центре национальной обороны на Фрунгинской набережной. А вы от чего оборону держите? Наша основная задача – защитить инфраструктуру банка и деньги наших клиентов от атак киберпреступников. Вот пока на спам и обычной почту, в том числе от этого, да? В том числе от этого, потому что, как правило, любая хакерская атака сейчас начинается с атаки именно на человека. Злоумышленники направляют нашим сотрудникам письма, которые содержат вложения вредоносные и ссылки на вредоносные файлы. Создание такого центра и национальной платёжной системы «Мир» делает платежи в России более безопасными. Но на Конгрессе всё того же Сбера встречаемся с новым вице-премьером по этой теме. Выходится из передовой Калужской области, Малый Ярославец. Он только чуть-чуть старше меня, 48 лет, но вдруг прибегает к советской терминологии. Как раньше говорили лет 40 назад, кибербезопасность – дело всенародное. Например, простой пример, когда вы оставляете перстанные в магазине, вы подписываете согласие. Когда вы карточку на бонусы получаете. А что вы потом… Вы помните, сколько таких разрешений вы дали? Вы можете их отозвать. Я вижу, что уже нет. Да. И самое главное – вы их никогда не отзовёте. Каждому, каждой из нас действительно есть, как поберечь себя. Но мы же с вами не компьютерные гении. А они, такие гении, бывают и злыми. Такими злыми, что в борьбе с собой, с нарушителями спокойствия, подставляют и нас, добропорядочных граждан. Понимаете, в чём проблема? Криминал, киберкриминал, он использует вот эти разногласия и мигрирует в ту страну. То есть, условно говоря, он ведёт атаки из одной страны на другую страну. То есть на Россию, например, из Америки. А то из двух стран подвеси. Или, да, из Украины туда и сюда. И потом их невозможно найти, этих злоумышленников, и это никому не выгодно. По мнению международного бизнеса, проблема легко решаема. На ещё одной сессии конференции Сбербанка выступала представитель ВИЗы. Ловим её в кулуарах. Моя компания, ВИЗа, действует по всему миру. То есть для вас национальные границы не имеют значения? Имеют. Мы должны соблюдать местные законы тех стран, где работаем, и защищать частную информацию наших клиентов. Это важно. Дело заключается в том, чтобы найти возможности для сотрудничества. Но дружба бизнеса с бизнесом – это всё-таки и миф. У нас не пускают во всей Международной Федерации по безопасности. Вы знаете, ну это правда, да. Но здесь приехал руководитель первого международного сайбер-секьюрити-центра. Я вижу уровень того. Не, Торда-Конуэфорум организовал. Мы сегодня будем подписывать соглашение, вот сейчас буквально. Прямо сейчас. Сбербанк не просто запустили. Сбербанк будет одним из соучредителей этой Международной конференции. Там 5 или 6 учредителей всего. Но вот потом будет Станислава туда бесконечно кузнецово отправляться. А потом должны Путин и Трамп встретиться, чтобы договориться о правилах ограничения? Ну, я думаю, что да. Ещё в кулуарах этой конференции встречаем того, кто вот уж действительно знает, какие неожиданные угрозы могут прийти. С Евгением Касперским вспоминаем разговор с давешними сенаторами. Они говорят, что нужно обсуждать кибербезопасность. Но понятия об этой кибербезопасности совершенно разные на американской и на российской стране. Да, на самом деле вопрос кибербезопасности достаточно сложный. И они обсуждаются уже, начиная с 2000-го года. Политической воли не хватает или понимания? Всего вместе. Парадокс, но от властей, вроде бы заинтересованных во всё большем контроле суверенных государств, в адрес бизнеса звучат и важные оговорки. Эффективное цифровое развитие может быть основано только на цифровой свободе. На свободе для бизнеса, общественных организаций, для граждан. Все уверены, что Путин и Трамп будут обсуждать кибербезопасность. А только какую они кибербезопасность должны обсуждать? Вот что является предметом введения государства, а что является предметом введения корпораций? Я бы даже начал не с государством и не с корпорацией. Я бы начал с того, с чего начинается каждый день наше утро, с личной гигиены. Кибербезопасность – это забота каждого человека. И самая главная угроза, что очень мало людей это понимают. Если с микробами, забота о своем здоровье, зубки чистим. Мы это понимаем. Не только проверить телефончик. Это управление своими персональными данными. И вот здесь начинается ответственность государства, потому что и регулирование, и создание технических возможностей для управления своими персональными данными и разрешениями на их использование – это задача государства. Но еще это задача государств. В. Российское государство предлагают все это обсуждать на площадке ООН. Но и сами-то Путин-Трамп. Ждем. А сами пока вернемся в центр кибербезопасности Сбербанка. Как вы поняли, в центре зала вот этот забавный земной шар. Только это никакая не игрушка. Ну, допустим, откуда может прийти угроза России? Не будем уподавляться параноикам. Соединенные Штаты исключим. Но посмотрим, например, на острова в Тихом океане. Вот что, если ДДОС-атака приходит откуда-нибудь отсюда? Сигнал тревоги. Накануне Сберб провел учение на базе своего нового центра и на примере условной атаки на филиал на Урале. Условная атака была создательна и за границей. Мы живем в таком мире, где речь идет не о том, если вас ломают, а о том, когда вас ломают. Этот наш собеседник представляет Всемирный экономический форум в Давосе, по подсчетам которого за прошлый год ущерб от хакерских атак во всем мире составил почти триллион долларов. На треть увеличились атаки на Россию. Масштабы киберугроз сегодня таковы, что нейтрализовать их можно только вместе, объединив усилия всего международного сообщества. Россия всегда выступала за совместное и справедливое решение любых возникающих здесь вопросов и тем более споров. Положительный пример есть в рамках Совета Европы по защите персональных данных, но мир шире, чем Европа. Что касается государств, то, на мой взгляд, несмотря на все политические разногласия, вопрос киберсотрудничеству крайне важен, и его обсуждать обязательно нужно. Минимум киберненападение. Киберненападение обсуждать можно, но бессмысленно. Потому что мы можем подписать пакт Молотова-Риббентропа, но если на нас захотят напасть, мы с этим ничего сделать не можем. Мы вступаем действительно в какой-то совершенно новый мир. И без политической воли явно всё-таки никуда. Вести в субботу. Москва.